так всем доброе утро как меня слышно как меня видно воде ртов шалом good morning я нахожусь сейчас в иерусалиме в иерусалиме вот как раз это такая площадь есть такая синагога хурба называется это древняя синагога которая была недавно восстановлена вот она видите вот это старый город иерусалима и это где-то вот это еврейский квартал до до стены плача здесь где-то идти 5 минут осталось до 5 минут но здесь вот удобно можно сесть и ночь на улице спокойно под каким-то деревом и как раз поизучать перки а вот изучать перки а вот что-то здесь разлито непонятно что в общем вот так давайте сейчас мы пройдем что-то здесь разлито непонятно что видно кто-то что-то разбил хорошо и так всем шалом дать боге ртом доброе утро все мы продолжаем мы продолжаем изучать мы продолжаем изучать трактат перки а вот получение отцов и сегодня у нас мишна до аксана павликова хорошего утра всем доброе утро значит сегодня у нас мишна следующий а я потом кстати после урока я пойду на котель и могу включить чтобы каждый кто хочет вот помолиться и при этом видеть место где ворота в небо где стоял храм 1 где стоял храм 2 где авраам приносил жертву своего сына ради любви к богу чтобы чтобы бог его испытывал насколько он насколько он слышит бога насколько он слышит бога интересно да в общем в этом месте я поставлю поставлю значит каждый есть места которые дают состояние такое до близости к богу все равно я считаю что близость богу она внутри человека то есть есть у человека внутри душа и насколько человек соединяется со своей душой этим определяется близость человека к богу то есть бог он же везде только в разных проявлениях и душа это его одно из самых высших проявлений в этом мире до самое божественное то есть вообще когда мы говорим слово бог душа божественное это все ярлыки и у каждого за этими звуками за этими словами стоит какое-то какое-то свое наполнение но как бы вот если представить божественное да это духовное это то что то что за пределами материального мира да это не материальная и до поддерживала чтобы было полное выздоровление рифка басара и все остальные кто болеет кому плохо чтобы было полное выздоровление значит и полное выздоровление и возвращение к всевышнему потому что когда у человека тело разрушается то он в этот момент у него есть большая вероятность что он вернется к богу кстати вот сегодня вчера мне сказали умер один очень хороший человек евгений медришь и он был психолог такой психотерапевта он был создателе директор огромной гимназии для детей но очень добрый хороший человек и вот он умер достаточно молодым 61 год и 61 год ему было и он до последнего времени работал занимался психологией вот этими всеми делами но потом он умер и все но его это все он с собой не заберет а добрые дела и связь с богом это как раз то то что соединяет человека в этом мире с миром духовным хорошо значит сегодня у нас смешно такая рабби йоханн а сандляр его звали он работал сандляр видно и он делал сандалий или он чинил обувь сандляр это название его профессии были вот мудрецы в то время в 2000 лет назад 3000 лет назад и даже тысячи лет назад и 500 лет назад были мудрецы которые выполняли в мишну которая мы учили в во второй главе что прекрасно совмещать талмуд-турай изучение торы с др хэрэц с работой и вот видно йоханн рабби йоханн а сандляр он он значит занимался сандалями какой-то форме и он значит говорил такую вещь кольк не сия шире шэм шамаем сафали каем он говорил что каждая книсия книсия значит книсия это это собрание людей когда люди собираются вместе это называется книсия кольк не сия шире шэм шамаем что они собираются во имя небес сафалии ткаем то что они вместе задумали она осуществляется веколь и Книсияши Эн Алишем Шамаем, и каждая книсия, каждое собрание людей, которое не во имя небес, Эн Сафали Иткаем, оно в конце концов не осуществляется. И мы можем, давайте вдумаемся вообще, о чем это он говорил, и как это нам с вами может в жизни помочь. А я уверен, что вот именно эта мишна может нам помочь очень сильно. Каждый человек, каждый человек это отдельная такая, отдельная единица, да, человек один приходит в этот мир, он голый, да, ну вначале он в маме, он часть матери, и потом он выходит из матери, они отцепляются друг от друга, и он еще какое-то время, он с матерью соединен, там грудь, сейчас ученые говорят, что нужно, чтобы он был все время, мать, чтобы его на себе носила, чтобы у них было, вот они вместе были, да. Но чем человек становится взрослее, тем он отлепляется, отсоединяется от своей матери, и с другими людьми у него тоже есть автономность. В какой-то момент человек соединяется, например, он женится или выходит замуж, вот Ривка, да, доброе утро. Когда человек женится или выходит замуж, он становится, как бы находит свою половину, то есть они становятся одним целым, как в Торе написано, и станут одной плотью, то есть они соединяются вместе, как одно целое, и в какой момент они становятся одной плотью, когда у них появляются дети. То есть ребенок, если пара, муж с женой поженились, муж с женой поженились, значит, и у них родились дети, то это как бы их совместная плоть, то есть их клетки соединились, прям реально соединились. Вошел сперматозоид в яйца клетку, и стала одна клетка, то есть их плоть, плоть папы, плоть мамы соединились, и ребенок это стали они одной плотью. Теперь, значит, дальше. Но иногда бывает, потом они разводятся, или даже они живут вместе, но они не соединены по-настоящему в одно целое. Как, например, есть известная история, вот прямо здесь жил в свое время Раф Зоненфельд. Раф Зоненфельд, и был такой Раварий Левин, я не помню, про кого рассказывали эту историю, но они оба жили здесь, в Иерусалиме. И как-то они пришли к врачу, у его жены была травма на ди. Так он сказал врачу, он говорит, вы знаете, у нас болит нога, то есть он говорил, что это их общая нога, у нас болит нога, говорил он, вот у нас сейчас с женой перелом, и у нее, у меня получается, у нас с женой перелом. Так вот, значит, каждый человек, он является все равно отдельной сущностью, и вот этой отдельной сущностью, у него внутри есть такое желание, такая вещь, которая называется желание, рацион или намерение. Вот это вот намерение, оно двигает человека. Если говорить про духовные вещи, оно называется дух, там есть нефеш, руах и нешама. Это три как бы, три названия для души. Душа, которая в теле, которая в крови, это нефеш. Это как программное обеспечение, которое оживляет тело и дает возможность ему двигаться, это нефеш. Руах, это намерение, дух, это то, куда направлено намерение человека. И нешама, это божественная душа, которая соединяет с Богом человека, и на которую надевается сверху мышление, интеллект. То есть, интеллект мысли, это наиболее такая приближенная к духовности сущность человека. Дух намерения, она соединена с эмоциями, с желаниями. Это двигатель человека, то, что двигает человека, хочу, не хочу и так далее. И нефеш, животная душа, это то, что уже мы привыкли называть собой. Это программное обеспечение, которое находится внутри мышц, клеток, крови, ну и так далее. Вот это все тело, которое работает, ну тоже на автомате. Это же не человек управляет своим телом, это вот это нефеш. Теперь, значит, у каждого из нас есть то, что называется рацион желания. Это вот этот вот дух, он как бы гуляет по миру, и он к чему-то все время прилепляется. Хочу то, хочу это, этого боюсь, значит, надо убегать оттуда. И у человека всегда, все время, вот этот вот его рацион желания, он все время такой колеблется у большинства людей. Хочу, не хочу, сомневаюсь, двигаюсь в этом направлении, все, буду соблюдать заповеди, не буду соблюдать заповеди. Буду заниматься спортом, все, пришел на тренировку, не хочу заниматься спортом. То есть у обычного человека вот этого его желания, оно очень такое разболтанное и расхрыстанное, да. Есть люди, которые могут собраться, и они называются целеустремленные, целенаправленные, зацикленные, ну и так далее. То есть они зацикливают свое желание в одном направлении, и они ломят в одно направление без остановки, их называют фанатиками и так далее. То есть они просто умудрились вот этот свой двигатель, свое желание направить в одном направлении и не сбивать его. Теперь, значит, у человека есть колоссальная внутренняя сила, и вот эта сила его желания, когда он направляет его в одну сторону, он начинает думать на эту тему, а его мышление, оно прямо его выводит в духовный мир. И те люди, которые умеют мечтать, визуализировать и долго направлять свое желание в одном направлении, они обычно и двигают мир вперед. То есть они что-то себе придумывают, и они, значит, двигают мир вперед. Теперь таких людей называют лидерами. Лидер – это тот человек, который себе что-то придумал, и он начинает действовать в ту сторону, в которую он себе придумал, и он всех остальных начинает вовлекать – давай со мной, давай вперед, двигаемся туда. Там кто-то за мир одитирует, кто-то за войну, кто-то за моду и так далее. То есть лидеры – это люди, которые придумали себе что-то, мечта, их мечта, их видение, и они сумели свое желание направить вот туда, куда они придумали. А дальше они могут захватить, захватить как магнитом желание других людей, и тогда это называется лидер. То есть лидер захватил желание других людей и включил все их желания в своем направлении. Теперь вот этот вот набор желаний людей, он формирует движение мира. То есть движение мира формируется из набора желаний и намерений людей. Теперь смотрите, что получается. Сказал нам Раби Йоханн Анасанляр, что «Коль книсия шилишем шамаем», то есть когда собрались люди, и их намерения, у них у всех намерения во имя небес, то тогда им идет с неба поддержка, потому что мы учили уже в Мишле в притчах, много замыслов в сердце человека, а замысел Бога он исполнится. То есть у человека есть свобода выбора хотеть все, что он хочет. Именно в этом и заключается его свобода выбора, что внутри человека в желаниях никто не ограничивает. Ты можешь хотеть все, что угодно, и твое желание, оно не ограничено ничем, кроме твоего же собственного внутреннего ограничения. Представьте. Значит, поэтому, значит, и вот эта вот свобода выбора у человека только внутри желания. Дальше, когда он выходит в материальный мир реализации желания, здесь решение идет от Бога. Много замыслов в сердце человека, а замысел Бога он исполнится. То есть на базе выбора человека, на базе его замыслов, потом человек принимает решение, делая действия, а Бог его или одобряет, или не одобряет. Понятно, да? Теперь смотрите, что получается. Собрались люди, обычно они же просто так сами не собираются, их обычно кто-то собирает. Всегда есть лидер, есть лидер, который людей собирает. Теперь, если намерение этого лидера не во имя небес, то то, на что он их собирает, оно не сбудется. То есть оно какое-то время, ведь в людях-то в каждом есть божественная сила, и они какое-то время могут двигаться в каком-то направлении. Это как было, когда строили Вавилонскую башню, то они хотели сделать как войну с Богом. То есть они знали после потопа, что если все вместе люди собираются и направляют свое желание в одном направлении, то это появляется огромная божественная сила, которая меняет мир. И они хотели сделать так, чтобы Бог больше не мог разрушить мир. То есть они хотели вот этот фактор непредсказуемости, фактор случайности, как они это называли, фактор божественного управления. Они хотели его убрать, хотели, чтобы все было чистая механика. И они собрались. Вавилонская башня строительства – это метафора. Когда, представьте, чтобы сделать огромный проект, действительно людям всем надо вместе синхронизировать свои мыслительные процессы для того, чтобы создавать вместе какую-то большую штуку, чтобы она не упала. Представляете, это же башня. Но они по факту, они собрались, синхронизировали свои мыслительные процессы. Они хотели устроить войну с небесами, то есть закрыть для Бога управление миром. Что сделал Бог? Он смешал языки и посеял в их сердцах вражду друг к другу. И они рассинхронизировались. Самая, самая такая, знаете, самая ценная вещь в мире – это единство Всевышнего. Бог – Эхад, Он один. И когда человек ощущает это единство свое с Богом, свое с другими людьми, свое с мирозданием – это как бы идеал. Интересно, что на иврите Эхад один и любовь – Аава. Это как одно и то же слово, одно и то же числовое значение. То есть любовь, она соединяет. Когда человек говорит «Я люблю борщ», это значит, что он хочет соединиться с борщом и его съесть. Когда человек говорит «Я люблю эту женщину», он с ней хочет соединиться в одно целое. То есть, понятно, любовь – это соединение. Махлотец, спор и так далее – это разъединение, разинтеграция, и страны валятся, люди валятся, семьи валятся, человек разрушается, когда у него происходит разинтеграция и когда у него нет единства. Теперь еще раз вернемся к тому, что сказал Раби Йоханнан Сан-Ляр. Он сказал «Каждое князия, которое во имя небес, если собрались люди, и у них есть намерение во имя небес сделать что-то, что приказал делать Бог, а не действует по заповедям, или они хотят даже сделать просто что-то, но прославить Бога, то есть они привязали свое собрание, или они создают бизнес и говорят «Вот бизнес у нас получится, и мы на деньги, которые заработаем, сделаем что-то такое божественное, духовное». То, что Сапали и Ткаем, вот именно такое собрание, оно сбудется, то есть их намерение сбудется, Бог их намерение утвердит, и оно реализуется в этом мире. Каждое собрание, что оно не во имя небес, в конце концов оно не сбудется. Сколько было людей, вот эти все коммунисты, нацисты, социалисты, какие-то там еще движения, партии и так далее. Все это как пылинка, оно оп, загорелось и исчезло, загорелось и исчезло. Все, что не во имя небес, оно не имеет существования такого продолжительного. Все, что мы из этого выучили? Вот, например, портал Ваикра. Мы сделали вот с Яковом Шатадином, мы это сделали чисто во имя небес. То есть мы работаем во имя небес, мы хотим, чтобы людям была польза от этого. Все, слава Богу, всего лишь там за год. У нас уже больше 15 тысяч подписчиков на странице, 120 человек на уроке, прямой эфир. И в день смотрят его уже, там, несколько тысяч человек. Есть много других лекторов, которые проводят занятия и так далее. То есть, если это во имя небес, оно будет расти и развиваться. Если это не во имя небес, то оно не будет расти и развиваться. Вот так вот. Теперь каждый, когда вы что-то делаете, подумайте, или то, что вы делаете, то, на что вы собираете людей, или то, что вы намереваетесь вообще сделать. Насколько это во имя небес, или насколько ваше намерение, это эгоизм во имя себя, или наоборот, может повредить кому-то вы хотите. То есть, если это не во имя небес, вы должны знать, это нам сказал Раби Йоханн Анасандляр, Это не сбудется. Но, если вы собираете что-то сделать, и вы себе задаете вопрос, вот то, что я делаю, это во имя небес, это именно для того, чтобы, для духовной цели, чтобы прославить Всевышнего, чтобы сделать людям пользу, добро, улучшить мир. Все, у нас есть обещание, сафолит каем, что оно все сбудется. Поэтому, у нас, давайте подумаем, какая у нас цель нашего собрания во имя небес. Чтобы воикра, чтобы на русском языке все, в первую очередь, все русскоязычные евреи. То есть, Тора обязывает нас быть рабами для Всевышнего, и все евреи обязаны, военно обязаны, обязаны соблюдать заповеди. Нет вариантов не соблюдать. То есть, наша первая цель, это вернуть евреев к обязанностям соблюдать. Потому что евреи, как Бог сказал, что вы рабами были в Египте, сейчас вы мои рабы, народ святой, и мамлехет кааним, царство священников. И все люди должны вернуться к Богу, все люди должны делать добро, все люди должны духовную ставить составляющую выше, чем материальную. И тогда мир исправится, будет добро, любовь, счастье, не будет зла, не будет болезни, не будет боли, не будет негатива. И все будут счастливы. Вот наша цель во имя небес, и с Божьей помощью у нас получится. Все, дорогие друзья, поэтому сделайте выводы из своего урока, сделайте выводы, свои выводы из этого урока. Поэтому поделитесь ими. И простое задание, вот все, что вы делаете, или проверьте свои цели и свои намерения. И каждому из них добавьте галочку, чтобы оно было каким-то образом во имя небес. То есть соедините все свои желания, как нам сказал Раби Йоси, Раби Йоси во второй главе. Он нам сказал, что и кольма асейка и юлишем шамаем. Все твои дела пусть будут во имя небес. Все, я сейчас выключаюсь, вы пока напишите свои отзывы, не отзывы, свои выводы. А я дойду до Котеля и вам включу тоже, чтобы вы могли, если захотите, помолиться. Возле Котеля поставлю камеру, чтобы вы могли возле стены плача тоже попросить у Бога то, что вам нужно. Но когда вы будете просить, просите во имя небес, чтобы то, что нужно вам, оно было нужно Богу тоже. Все, всем пока, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok